Москва, Баку сегодня. Коротко о главном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль обращение жителей Белесуварского района, у которых были отняты земельные участки бывшим руководителем исполнительной власти. Напомним, ранее около 12 семей направили обращение в адрес главы государства, в котором рассказали о том, что бывший глава Белесуварского района захватил земли, на которой они занимались сельхозработами. Фермеры просили президента помочь в возвращении их земель. Пострадавшие рассказали Ильхаму Алиеву о том, как на них много лет оказывалось давление со стороны главы района. Один из пострадавших получил земельный участок площадью 50 гектаров в 1998 году на основании 25-летнего договора, на котором занимались сельхозработами 12 семей. Однако с 2012 года начались споры за землю с руководством района, в результате чего земля была незаконно переоформлена на третьих лиц. Ильхам Алиев пообещал решить вопрос в кратчайшие сроки. Стоит сказать, что сегодня в прокуратуры трех районов Азербайджана поступила информация о незаконных действиях ряда должностных лиц исполнительной власти. Руководство районов подозревается в злоупотреблении полномочиями. На основании собранных материалов в прокуратурах Сабирабадского, Акджабединского и Тертерского районов возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса 313. Служебный подлог. Сегодня начался второй этап мер по смягчению карантинного режима в Азербайджане, связанного с пандемией COVID-19. С сегодняшнего дня в Азербайджане заработают все объекты торговли, за исключением крупных торговых центров, а также парикмахерские и салоны красоты. На территории республики, кроме Баку, Сумгаита, Гянджи и Ленкарана, а также Абширонского района, восстанавливается деятельность предприятий и учреждений, начинают работу для обслуживания на месте рестораны, кафе и чайные. Разрешается доступ на бульвары, в парки, скверы и прочие места отдыха. Прекращает действовать система получения СМС-разрешений, чтобы покинуть дом. Тем не менее, все еще нельзя находиться в общественных местах группами более 10 человек. Что касается Баку и вышеупомянутых крупных городов страны, в них объекты общепита по-прежнему закрыты для посещения. Сохраняются ограничения на передвижение. Выйти из дома можно только один раз в день, получив электронный пропуск. До начала июня в Азербайджане не будет занятий в учебных заведениях и массовых мероприятий. Власти Азербайджана не исключают, что в случае неблагоприятного развития ситуации в стране карантинный режим может быть снова ужесточен. Сегодня стало известно, что порядка 450 граждан Азербайджана скопились на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Несмотря на предупреждение МИД Азербайджанской республики не делать этого. Люди ночуют на улице, кто в мечети, кто в ближайших домах, гостиницах в ожидании получить коридор для возвращения на родину, сообщается в Инстаграм. Напомним, что Азербайджан с 5 апреля до 31 мая закрыл границы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В стране сегодня отмечены еще 52 новых факта заражения коронавирусом. На один человек скончался. За все время в Азербайджане выявлено 1984 факта заражения коронавирусом, 1480 из которых вылечились, 26 скончались. Тем временем в России за сутки число заболевших выросло на 10 581 человека. Всего в стране 145 268 человек с диагнозом коронавирус. За сутки скончались 76 человек с COVID-19, за все время 1356. Между тем в Армении число выявленных случаев инфицированных COVID-19 выросло до 2507 человек. Таким образом, за минувшие сутки количество заболевших возросло на 121 человека. От осложнений коронавируса в стране скончались 39 человек. Масштабное действие, которое состоится 9 мая с участием Росавиации, обещает быть не только зрелищным, но и максимально безопасным. Ведь посмотреть его смогут люди, не покидая своих домов. Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будет проходить в 32 городах России. Сегодня над Москвой прошла репетиция авиапарада. В небо взмыла самая современная авиационная техника, боевые самолеты и вертолеты. Напомню, что 28 апреля Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы, парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Азербайджан также принимает участие в специальном проекте к 75-летию Победы. Так, Межпарламентская ассамблея СНГ запускает специальный проект «Строки памяти» в серию роликов с поэтическими видеопосланиями от стран Содружества. В каждом видео посвященные войне стихи национальных поэтов, которые вместе с парламентариями читают ветераны, известные писатели, актеры, музыканты, спортсмены, журналисты и студенты стран Содружества. От Азербайджана участники проекта прочитали стихотворение Сулеймана Рустама «Клятва», написанное в 1941 году. «Со штыками страшной остроты, с пулями, поющими в полете, с танками, берущими хребты, с броневой машиной, с пулеметом». «Песня будет вместе воевать, бить врага, колоть, взрывать и рушить. Про войну не бойся слушать, мать, будешь песню о победе слушать». «Хлебом в честной работе добытым, клянусь, сердцем и дружбой великим открытым, клянусь. «Я бессмертной народной силой, клянусь, враг найдет в наших землях могилу, клянусь». «Всеми мечтами народа клянусь, нашей правдой, честной свободой клянусь. Солнце шесть народов в бою отстаю, лишь победу мой праведный гнев утолю». Армянские власти довольно часто меняют свое мнение, ставя все новые и новые условия. Это еще раз доказывает сегодняшнее заявление главы армянского МИД за грабом Нацаканяна, сделанное им на заседании комиссии по внешним связям парламента Армении. В частности, он заявил, что поэтапный план урегулирования карабахского вопроса возможен, но он должен предусматривать соразмерные компромиссы всех сторон конфликта. Нацаканян, противореча сам себе, заявил, что для Армении неважно, будет ли решение поэтапным или пакетным. Главное – это сохранить баланс сторон при реализации плана урегулирования. «Если кто-то полагает, что возможен поэтапный план с нарушением соотношения обязательств, то скажу, что это не сработает. В свое время один из наших коллег говорил, что армянская сторона согласна на поэтапный план. На первом этапе решается вопрос статуса, потом все остальное», – заявил Нацаканян. По его словам, очень важно сформировать план, в котором обязательства сторон будут сбалансированы. И будто успокаивая себя, Нацаканян заключил, цитата. «Повторения апреля 2016 года не будет, не будет 1991-1994 годов. Наши позиции гораздо прочнее, и я чувствую себя спокойно в этом плане». Напомним, 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны в ходе переговоров ведут обсуждения по урегулированию карабахского вопроса на основе документов, подразумевающих поэтапный подход. Лавров отметил, что эти документы предполагают на первом этапе освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Однако тогда это заявление Лаврова почему-то Нацаканян категорически попытался опровергнуть, заявив, что армянская сторона не ведет никаких переговоров с Азербайджаном о поэтапном урегулировании конфликта. А сами переговоры, дескать, последние два года проходят лишь вокруг оценки отдельных фрагментов. МИД Азербайджана сегодня прокомментировал последнее заявление Нацаканяна, подчеркнув, что позиция Баку по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта остается неизменной. Цитата. «Вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, а изгнанные с этих территорий вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. В этом вопросе никакие дополнительные комментарии неуместны», — заявили в азербайджанском МИДе. А на этом у меня все еще больше информации на портале moskvabaku.ru и хороших вам новостей сегодня.